приветствую вас сегодня на канале козрем с вами сегодня я кто я будет известно позже а сегодня мы будем ремонтировать ноутбук Lenovo Legion пришел он к нам с проблемами перегревается и не работает клавиатура поэтому будем сегодня чистить его от пыли система охлаждения и менять клавиатуру ставить новую клавиатуру итак начнем для начала нам надо вскрыть нижнюю крышку для этого обязательно вывернем все болты и потом увидим что там творится итак болты мы все удалили теперь будем его аккуратно вскрывать чтобы не повредить корпус аккуратненько поддеваем чтобы защелки не поломать итак мы видим очень печальную картину из-за которой ноутбук может поломаться совсем итак мы открыли нижнюю крышку увидели что здесь практически растет картошка для начала нам надо отсоединить батарею то есть обесточить полностью ноутбук так все батарея у нас откручена аккуратно ее вынимаем и отстегиваем все теперь короткое замыкание нам не грозит начинаем все по порядку убирать первым делом можно отсоединить жесткий диск аккуратненько его поднимаем самое главное в процессе разборки не перепутать болтики знать какой откуда у нас пришел чтобы его на место потом вкрутить потом можно избавиться от ссд вот дальше в принципе мы можем отключить все шлифы и кабеля от материнской платы потому что они нам тоже будут мешать со шлифами очень аккуратно они довольно таки нежные можно их нечаянно порвать обязательно надо сдернуть батареечку биоса потому что она тоже под напряжением так теперь займемся съемом самой системы охлаждения системы охлаждения мы открутили аккуратненько снимаем ну и собственно говоря что мы видим здесь у нас сплошной войлок вот мою сторону откладываем так продолжим после того как мы увидели что творится у нас системе охлаждения после того как мы ее разобрали мы продолжаем удалять кулера аккуратно их отключаем чтобы не порвать провода и удаляем их при отключении тоже надо аккуратно действовать потому что можно оторвать проводки от колодки тогда придется тратить время еще на пайку для того чтобы отсоединить шлейф матрицы уберем для удобства вай фай карточку сетевую вот дальше убираем шлейф матрицы тоже аккуратно чтобы не поломать и не порвать и также параллельно еще отключим колодки динамики еще раз осматриваем чтоб ничто нам не мешало отсоединить материнскую плату и приступаем к демонтажу материнской платы еще один так проверяем что все прикажные болты у нас откручены аккуратненько поднимаем чтобы шлейф провода ничего не зацепилось также смотрим какие шлейфы приклеены их надо аккуратно отклеить чтоб не повредить разъем переворачиваем здесь у нас подсветка все материнскую плату мы отсоединили убираем ее в сторону так у нас по плану еще замена клавиатуры поэтому нам так и так пришлось бы все весь его разбирать вот поэтому мы сразу перед тем как почистить систему охлаждения заодно разберем его до клавиатуры чтобы ее заменить так как у нас клавиатура здесь впаяна поэтому нам еще понадобится и паяльник желательно с регулируемой температурой нагрева здесь изоляционную пленочку снимаем аккуратненько нам ее нужно будет вернуть после замены клавиатуры обратно чтобы материнская плата не соприкасалась с металлом а иначе мы потеряем ноутбук чтобы он снова заработал ремонт обойдется намного дороже все это мы убрали ну вот в принципе лишние провода и кабеля и шлейфы надо тоже убрать с того места где располагается клавиатура чтобы они случайным образом не попали под паяльник так ну в принципе все теперь начинаю пробовать снимать металлическую накладку которая придает жесткость клавиатуре чтобы она в процессе использования не прогибалась для того чтобы снять клавиатуру которая впаяна и на ее место посадить новую клавиатуру желательно чтобы стоечки пластмассовые на которых все это дело держится остались такими как были до установки оригинальной клавиатуре то есть на заводе соответственно нам надо их сохранить поэтому потихонечку их размягчаем и одновременно приподнимаем металлическую планку постепенно главное не торопиться главное не торопиться в процессе съема планки главное следить за рядом находящимися шлейфами и коннекторами чтобы их ненароком не поплавить итак нам удалось отпаять основную металлическую пластины аккуратно ее удаляем и откладываем в сторону тут мы видим самое интересное наша клавиатура которая тоже припаяна и которую тоже надо аккуратно отпаять чтобы окончательно ее удалить но здесь будет намного проще потому что количество точек пайки поменьше соответственно этот процесс у нас займет времени поменьше и одно замечание важное когда будем садить новую клавиатуру так как у новой клавиатуры тоже есть подсветка нужно будет ее очень аккуратно чтобы не поплавить подсветку иначе вся красота RGB у нас пропадет и не будет работать пока мы разбираемся с клавиатурой можете подписаться на наш канал козрем поставить лайки нажать колокольчик чтобы не пропускать очень интересные и познавательные видео и всегда быть в курсе последних новинок по ремонту непростой очень интересной техники процесс съемок клавиатуры быстрее напоминает процесс выжигания в детстве сейчас убрали защитную от пыли наклейку под которой тоже есть пайка соответственно без этого клавиатуру мы не сняли итак завершили демонтаж старой клавиатуры видимо не в очень хорошем состоянии некоторые клавиши не работали соответственно ее нам необходимо было заменить дальше перед тем как мы будем впаивать новую клавиатуру желательно то место куда она будет впаиваться надо его почистить от грязи от крошек если кто-то любит кушать за компьютерной техникой чего я очень не советую вот а вы пока можете подписаться на наш канал итак после того как мы демонтировали саму клавиатуру вот место где она была желательно почистить чтобы новая клавиатура без проблем села на место старой вот для этого можно в принципе использовать зубную щетку вот и ватный диск вот чтобы это все прочистить потому что в процессе использования ноутбука под клавишами очень много грязи и соответственно для новой клавиатуры эта грязь она не нужна так в принципе все у нас готово для того чтобы начать обратный процесс 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 сборки матрицу мы можем пока убрать в сторону перед началом пайки новой клавиатуры ее нужно приложить и сравнить что все кнопочки совпадают как мы видим у нас все все идеально подходит теперь будем ее возвращать на законное место для начала садим на те места которые будут запаиваться потом будем проходиться паяльником очень важно чтобы все если вдруг всю клавиатуру пропаять не сможем тогда будет болтаться так клавиатура у нас села на свое место вот проверили что она сидит плотно нигде ничего не болтается теперь можно начинать процесс впайки впаиваем ее аккуратно чтобы не повредить подсветку процесс довольно таки не быстрый снимать ее легче впаивать ее немножко сложнее очень важно чтобы каждый штырек расплавился и образовалась так называемая шляпка с помощью которой будет держаться наша клавиатура новая новая чтобы вас не задерживать на этом долгом процессе мы сделаем немножко перемотку и покажем вам уже результат ну вот как мы видим вентиляторы которые были изначально до чистки и вентилятор который после чистки при таком состоянии система охлаждения будет работать на ура комментарии тут по-моему излишне вентилятор располагаем чтобы дочистить его до конца потому что под крышкой еще осталось очень много грязи и пыли пластмассовой клепки аккуратно по бокам срезаем можно скальпелем можно канцелярским ножиком и лопаткой аккуратненько поддевая снимаем верхнюю крышку вот так и видно что у нас еще очень много пыли осталось потом снимаем крыльчатку здесь у нас творится очень жутко все это надо вычистить удалить всю грязь удалять можно влажной тряпочкой но смачивать ее не водой а чистящим средством и протираем насухо и протираем также на статоре есть пыль ее аппаратно щеткой счищаем чтобы обмотку не повредить и остатки убираем тряпочкой с так же с крышкой и доволен разве манипуляции производим но здесь повреждать нам нечего поэтому смело протираем Протираем и те же самые движения и действия делаем с крыльчаткой, обязательно вычистить внутри. Все это насухо вытираем, ну и собственно говоря получаем практически вентилятор с завода, чистенький и новенький, обязательно нужно добавить смазки, потому что со временем она высыхает. А если наблюдается перегрев, она густеет и соответственно теряет свои свойства, поэтому нужно обязательно смазать. Крыльчатку садим на место, проверяем, что ничего не задевает и теперь будем ставить крышечку на место. Аккуратно защёлкиваем. Все, и паяльником запаиваем. Как видим, у нас теперь практически идеально чистый кулер. Так, чистку мы сделали, теперь можем вернуться к сбору основного блока ноутбука. Клавиатура у нас уже на месте, запаяна, теперь нам нужно шлейф. У нас идет на двухстороннем скотче, мы его приклеим, как на старой клавиатуре. Было показано, то есть вот он у нас приклеен, мы также самое его посадим. Аккуратно натягиваем, чтобы не порвать и приклеиваем. Все, дальше мы будем возвращать на место нашу опорную пластинку, которая придает жесткость клавиатуре, чтобы она не прогибалась. С нее тоже удаляем остатки пыли, если таковая имеется. И начинаем ее примерять. Самое главное не забывать про шлейф подсветки и сам шлейф клавиатуры, потому что если запаять эту планку металлическую, потом шлейф уже не достать. Поэтому про это не забываем. Выравниваем. Все, что мешает, убираем. Проверяем, что она у нас сидит ровно. Процесс посадки этой планки примерно такой же, как и клавиатуры. Садим каждый участок на свое место, чтобы все штырьки, которые будем запаивать, были на своих местах. После того, как мы планку посадили на место, металлическую пластинку, то можем приступать к ее запайке. Так же самое расплющиваем пластмассовые штырьки, чтобы они обрели форму шляпки. Тем самым все у нас будет держаться хорошо. Хорошо. Итак, мы закончили установку металлической пластины. Теперь, в принципе, можем продолжить собирать ноутбук, установив материнскую плату. При этом будем, соответственно, менять термопасту, потому что та, которая была нанесена, она уже утратила свои свойства и нужно нанести новую. Но перед этим обязательно установим изоляционную прокладку, чтобы материнская плата не соприкасалась с металлом. Ставим на место. Все где было. Все совмещаем. Шлейф не забываем от клавиатуры. Приклеиваем на свое место. Вот. И, в принципе, можем устанавливать материнскую плату. Материнскую плату будем устанавливать, опять же, не забывая про шлейф клавиатуры. Если мы его потеряем, то потом придется снимать ее. Все, шлейф у нас здесь. Обязательно нужно подключить шлейф подсветки. Аккуратно, чтобы он встал ровненько и не замкнул ничего, когда мы будем запускать ноутбук. Все. Теперь ставим на место материнскую плату. Человек клавиатуры. Выпускаем сюда. Проверяем, что у нас ничего не зажато. Так, материнская плата у нас крепилась этими болтиками. Очень важно запоминать, где какой болтик был, чтобы в дальнейшем каждый болтик вкрутить на свое место. Сильного усилю прилагать нельзя, потому что болтик можно сорвать шляпку, и тогда его будет достать очень проблематично. Так же не забываем про декоративную планку. Ставим ее на место. Она держится на защёлках. Здесь есть специальные пазы, в которые она должна зайти. Все, планку посадили. Закручиваем. Следующий. Чтобы вспомнить, где какой болтик был, в материнских платах есть специальные метки. Для удобства помеченные треугольками или стрелочками. И будем менять термопасту. Для ее удаления можно использовать салфетку, можно тряпочку использовать, если термопаста не совсем засохла. Чтобы радиатор был чистый. И прочищаем процессор с видеокартой. Обязательно. Когда процессор с видеокартой почистили, теперь нужно нанести новую термопасту. Для игровых ноутбуков обычно используйте термопасту, так скажем, более подороже. У которой свойства и характеристики наиболее лучшие по теплопроводности. Наносить надо небольшое количество. Для того, чтобы в дальнейшем эта термопаста не растеклась на материнскую плату и осталась только на кристаллах. После нанесения термопасты мы можем начать устанавливать кулера. На их место. То есть ставим сначала радиатор. Смотрим, что у нас материнская плата лежит ровно. Соответственно, все поставили правильно. Вот. И возвращаем на место наши кулера. Чтобы не перепутать, какой где стоял, в принципе, провода сохраняют свою форму, как они раньше были установлены. Поэтому, в принципе, легко догадаться, какой стоял справа, какой стоял слева. Вот. Поэтому здесь трудностей не состоят. Это в случае, если кулера два. Если один, то там не перепутаешь. Проверяем, чтобы болтики не болтались. А то даже от незначительной вибрации они могут со временем выкрутиться. Протяжку надо делать, проверяя все детали. Так, кулера у нас установлены. Теперь можем вставить радиатор. Так как мы его проверяли, примеряли, он у нас садился ровно. Соответственно, здесь проблем у нас тоже не будет. Посадили. Последовательность затяжки болтов на радиаторе. У каждого ноутбука, в принципе, прописано по цифрам. Один, два, три, вот, четыре, пять, шесть. То есть, в этой последовательности их нужно закручивать, чтобы радиатор установился ровно и не было перекоса. Потому что если будет перекос, соответственно, охлаждение будет нарушено, какой-нибудь чип перегреется. А это влечет за собой печальные последствия. Больших усилий прилагать тоже не стоит, потому что так же самое можно либо резьбу сорвать, либо болт повредить. Так, дальше, в принципе, мы можем установить платку USB на свое место. Здесь, в принципе, трудностей никаких не должно быть. Подключаем шлейф. И подключаем шлейф. Есть. Теперь можно, в принципе, подключить оставшиеся кабеля, шлейфы в материнской плате. И потом уже устанавливать жесткий диск, SSD, сетевую карточку Wi-Fi. Чтобы все это установилось правильно, желательно кабеля и шлейфа укладывать там, где они раньше были. Потому что впоследствии, может быть, возникнут проблема, что ноутбук на последней стадии, когда будем одевать нижнюю крышку, она не будет защелкиваться. Потому что какой-нибудь кабель будет мешать. Или проводок будет не там находиться, где надо. Соответственно, препятствовать нормальной посадке крышки. Устанавливаем сетевую карточку Wi-Fi. Для того, чтобы потом, после съема и установки Wi-Fi, карточка также продолжала хорошо работать. Желательно запомнить, как были подключены провода, антенны. Но, в принципе, они разного цвета и на самой карточке есть тоже подписи в каждой клемме. Соответственно, черный, это у нас клемма Mine. Серый или он может быть белым. Это у нас Aux. Есть еще, встречаются карточки сетевые Wi-Fi с одной клеммой. Но там уже не перепутаешь. Все, антенну подключили. Wi-Fi будет работать исправно. Теперь идем дальше. Подключаем шлейф тачпада. Также аккуратно укладываем его. Подключаем батарейку BIOS. Обязательно. Потому что, если забыть ее подключить, он будет работать без проблем. Но каждый раз при включении, он будет ругаться, что системная дата установлена неправильно. И вам придется каждый раз ее выставлять вручную. Поэтому нужно ее обязательно подключить. Иначе это будет доставлять много неудобства во время использования ноутбука. Теперь подключаем шлейф клавиатуры. Тоже его ровно установить. Самое главное, что без перекосов. Потому что иначе клавиатура работать не будет. Шлейф клавиатуры подключили. Осматриваем полностью опять наш ноутбук. Чтобы никакой шлейф не остался неподключенным. Нигде не болтался. Так мы все подключили. Теперь можем установить SSD диск. Его тоже можно очистить. Если на нем есть пыль. Обычной тряпочкой. Или салфеткой. Вставляем немного под уклоном. И потом опускаем вниз. И фиксируем. Вот там. Так. Дальше у нас жесткий диск. Жесткий диск тоже. Сначала его устанавливаем. Только потом подключаем шлейф. Потому что если мы подключим шлейф. То в процессе установки можем его повредить. И тогда у нас возникнет вопрос. Почему жесткий диск у нас не видится. Устанавливаем шлейф. Сейчас жесткий диск мы установили. Подключаем шлейф. для удобства можно использовать лопатку. Чтобы направлять его. и защелкиваем. И защелкиваем. Так. Все основные элементы мы установили. Вот. Теперь. Мы можем. Подключить. Батарею. ставим на место. Проверяем. Чтоб стояла плотно. Ровно. Не болталась. И прикручиваем. Так. Батарея у нас установлена. можно ее подключить. к материнской плате. Чтобы без перекосов. И его защелкнут. Все. Так. Ну на этом в принципе. Полностью сборку ноутбука. После полной разборки мы закончили. Сейчас мы почистим нижнюю крышку. Пыль. Как на ней тоже есть. Пыль. Вот. И. Будем закрывать. Ноутбук. После этого. Включать его. И проверять. Итак. Значит. Мы. Крышку. Нижнюю. Почистили. От лишней. Грязи. Пыли. Даже не лишней. От посторонней. Потому что ее здесь не должно быть. Изначально. Вообще. Вот. Ну. В принципе. Это наш завершающий этап. Вот. Ставим крышку на место. Смотрим. Чтобы все. Разъемы. Порты. Все. Все. Все дело на месте. И. Потихонечку. Начинаем ее. Защелкивать. Вот. 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 Проверяем. Проверяем. Чтоб нигде не было зазоров. Вот. Все. Защелкнули. Вот. Можем. Теперь. Закрепить ее. Болтиками. Сильно. Большие усилия прилагать тоже нельзя. Потому что. Можно повредить. Крышку. Проверяем. Потом. Она будет болтаться. Чего нам не надо. Не надо. Все. В меру. Это. Не автомобиль. Надо помнить. на очень нежное создание ноутбук. Ну. На этом этапе все. Мы полностью собрали ноутбук. Смотрим. На зазоры. Чтобы крышка была защелкнута полностью. Вот. И. Сейчас будем. Его включать. Проверять. Что все работает. Что система охлаждения. Работает. Подсветка на клавиатуре работает. Сама клавиатура полностью работает. Проверим каждую клавишу. Вот. И если у нас. Все прошло как надо. Соответственно. Ноутбук. У нас будет готов. Так. После включения ноутбука. Мы проверим работу клавиатуры. То есть. Как мы установили. Для этого нам надо. Подключиться к интернету. Открыть браузер. Вот. И. Зайти на сайт. Кейтест. В принципе. Здесь представлена стандартная клавиатура. Здесь рекомендуют. Чтобы. Кнопки. Адекватно. Откликались. Как на экране. Так и. В ноутбуке. Использовать английскую раскладку. Вот. И. При нажатии. На кнопку. Мы видим. Она сначала белая. Когда отпускаем. Она меняет цвет. Соответственно. Кнопка. Отрабатывает. Нормально. Вот. То есть. Проблем с кнопкой. Нет. Вот. Так. Можно проверить. Все кнопки. На клавиатуре. Вот. После этого. Нам нужно проверить. Систему охлаждения. Есть. Перегрев. Или нет. Для этого. Мы будем использовать. Программу. Фурмарк. Она у нас. Уже. Установлена. Запускаем ее. Фурмарк. Фурмарк. То есть. Фурмарк. 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 На максимальных оборотах. Вот. А если поднести руку. То можно. В принципе. Понять. Что поток воздуха. У нас. Нормальный. Ничто. Его не задерживает. Вот. Ну и. Соответственно. Перегрева. У нас. Не будет. Так. У нас. Проверяется. Система охлаждения. Мы. Также. Можем. Параллельно. Проверить. Что. У нас. Работает. Подсветка. Клавиатуры. Вот. Если заметить. Что. На старой. Клавиатуре. Она была. Белая. На новой. Клавиатуре. Подсветка. У нас. Красная. Ну. Это. Желание. Клиента. Вот. Поэтому. Подсветка. У нас. Работает. Значит. Мы. Подключили. Правильно. И. При. Монтаже. Клавиатуры. Мы. Не. Повредили. Ну. Что. Уважаемые. Подписчики. Мы. Проделали. Громадную. Работу. Мы. Починили. Но. Ноутбук. Устранили. Проблемы. И. Это. По. Любому. Заслуживает. Вашего. Лайка. Поэтому. Жмите. На. Колокольчик. Чтобы. Не пропустить. Наши. Новые. На. 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 На.